Хорошее утро Доброе утро, друзья! Шнуров пожаловался в прокуратуру на угрозы от Андрея Разина. Бузова запускает собственную содовую связь. Ну, а Ринату Литвинову спутали на последней фотосессии с Аллой Пугачевой. Вот такие заголовки можно увидеть нынче из новостей шоу-бизнеса. Да, друзья, ну а вы видите нас самым ранним утром. Павел Моисеенко, Юлия Смелых, студии. Хорошее утро, мы рады приветствовать вас. Очень здорово, что вы начинаете этот день вместе с нами, а мы хотим дарить вам замечательную информацию и поздравлять вас с праздником. Ну, первая важная информация, сегодня четверг, так что осталось немножко поработать. Еще сегодня и завтра, 28 марта на календаре. Ну и несколько праздничных поводов, давайте сразу их обозначим. Да, сегодня день образования службы дежурных частей МВД России. И мы поздравляем всех причастных к этому празднику, желаем успеха вам в вашем нелегком труде. День рождения стиральной машины сегодня и день больших перемен. Если говорить о негласных праздниках, мне кажется, все связано. Понимаешь, большая стирка, большие перемены. Да, поздравьте вашу стиральную машинку с ее днем рождения. Может быть, она сегодня отдохнет. И не забудьте, найдите, пожалуйста, резиновые калоши. Да, они могут сегодня пригодиться, но это мы узнаем чуть позднее, когда синоптик к нам в студию придет, друзья. Ну, также сегодня Всемирный день учителя истории. И, друзья, давайте учить историю, давайте помнить историю. Если вы помните вашего учителя по истории, пожалуйста, поздравьте его тоже с этим замечательным его профессиональным праздником. И, естественно, несколько фактов исторических. В 1776 году в Москве был основан Большой театр. Это Большой праздник. Большой праздник, тем более, что и год театра сейчас идет. Прям двойной праздник. Друзья, в 1857 в Санкт-Петербурге открыта первая женская гимназия. В конце 19 века уже состоялся первый чемпионат мира по тяжелой атлетике. Играем, так сказать, собственно, учимся и таскаем железо. Ну и день рождения, безусловно, у кого-то сегодня. Если у вас, поздравляем. А из известных всему миру сегодня и мненники следующие. Это Рафаэль, художник-архитектор. Писатель Максим Горький, актер театра кино Иннокентий Смоктуновский и американская певица Леди Гага. Да, если у вас день рождения, мы вас тоже поздравляем. Вот так вот мы лихо пролетели по и временам, и новостям. А вот если вы собрались в полет, то будьте внимательны. Обратите внимание и на тот город, в который вы летите, и время, которое указано. Потому что вас случайно могут отвезти не туда, как одна из крупнейших британских авиакомпаний сделала. И услышали пассажиры следующее. Добро пожаловать в Эдинбург. Хотя люди летели в Дюссельдорф, летели в Германию, прилетели в Шотландию. Отжидали увидеть мужчин-гюнтеров в клетчатых шортиках, а увидели мужчин в клетчатых юбках. Ну, бывает, бывает. А все потому, что у пилота и у экипажа именно этот город стоял как пункт назначения. Два с половиной часа продержали пассажиров из-за того, что время вылета было позже. Волновались уже пассажиры, заканчивалась еда, то ли это полностью еще не работали. Было душно, но ни у кого не возникло даже подозрения, что их могут, в принципе, отправить не в тот город. Вот и теперь непонятно, кто виноват в случившемся. Что произошло, как вернуть этой компании доверие пассажиров, будет ли выплачена компенсация. В общем, друзья... Ну, это, в общем-то, неплохо, все же долетели. Новое приключение для людей, понимаешь? А вот, что интересно... Не очень праздничный получился этот день. А вот у кого праздник, так и это у жительницы Австралии. Да я бы сказала, даже не у жительницы Австралии, а у козы из Австралии праздник. Настоящий, потому что на одной свадьбе, посмотрите внимательно, у Роуз и Дейлы Рамси, у Дейлы Рамси была свадьба. А так как невеста всю жизнь, в общем-то, росла с этими козочками в ферме, а теперь у нее есть бизнес, который занимается производством козьего молока, то без козы на свадьбе не обошлось. Она, коза, выносила в рычальные кольца. Да, но девушка, невеста, она вдохновилась в видео, на котором собака выносила кольца на другой свадьбе. И она подумала, а чем моя коза Лили хуже? Почему она не может выполнять собачью работу? Ну, не так, не так. Дело в том, что, понимаете, для нее коза Лили конкретно, и вообще все козы в фермерском хозяйстве, они действительно друзья, они члены семьи, поэтому все логично совершенно. Вот элегантный пояс ей придумали, диадему, в общем, все. Коза на стиле. Очень, очень было здорово, необычные праздники, но я уверен, что это единственное, что было, ну, вот, довольно нетрадиционным на этой свадьбе. Все остальное, платья, я уверен, туфли, букет, все было как положено. Вот, кстати говоря, в этих обязательных элементах, точнее, об обуви, ведь женихи, они такие, купил эти свадебные туфли, а потом и в пир, и в мир, и еще долго-долго-долго можно в них ходить. Ну, вот, кстати, долго в них можно ходить, только если ты действительно правильно, хорошо и вовремя за ними ухаживаешь. Как это сделать, нам расскажет Сергей Томуленов прямо сейчас. Всем стильный привет! Чтобы пара вашей обуви прослужила вам как можно дольше и при этом отлично выглядела, необходимо не забывать об уходе за вашей обувью. Вам понадобится крем, соответствующий цвету вашей пары, и две щетки с натуральным ворсом. Первое, с более жесткой щетиной понадобится вам для того, чтобы убрать крупную грязь и пыль. С более мягкой щетиной вы будете использовать для впитывания крема ваш башмак. После вас ожидает этап глассажа, который придаст блеск и отличный визуальный вид вашей пары. И помните, если женщина опустила глаза, это не всегда означает, что она стесняется. Возможно, она оценивает пару вашей обуви. Будьте стильными. Спасибо большое, Сергей. Паша, ты запомнил? Ну, ты понимаешь, что надо уметь не только за женщинами ухаживать, но и за обувью. И это не менее важно. Ты сравнил, хорошо, Паша, мне интересно. Вообще, действительно, очень важно уметь ухаживать друг за другом и общаться друг с другом. Как показали последние исследования, о них в своей статье написала Нелли Боллс, это журналистка The New York Times, отныне живое общение становится прерогативой богатых людей. А все почему? Раньше, Паша, если ты помнишь, не было у тебя сотового телефона. Не было ничего. Да и вообще у многих не было сотовых телефонов, это было дорого. А вот сейчас, когда это максимально доступно, и мы постоянно в гаджетах, то как раз-таки найти время, чтобы пообщаться тет-а-тет, обсудить что-то, становится возможностью исключительно богатых людей. Ну, и как теперь быть? То есть, получается, если я не общаюсь в живую с человеком, то я что, бедный теперь? Нет, Пашенька, ты счастливочек совершенно, потому что мало того, что ты здесь в студии, хорошего утра, то у нас сейчас будет возможность и пообщаться вживую, и музыку вживую послушать, и, конечно, всем вместе с нашими зрителями обогатиться во всех смыслах этого слова. Не переключайтесь, мы продолжим через пару мгновений. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В нашей студии, друзья, как вы уже смогли понять, не просто гости, это музыкант, продюсер, да что там говорить, это просто Миша Браун. Доброе утро! Доброе утро! Невероятное просто музыкальное начало нашего сегодняшнего дня. Огромное спасибо за эту музыку. Что это было за песня сейчас за композицию? Ты знаешь, я сам не знаю, что это было за песня, но она, скорее всего, о любви. Она с тобой. Она возникла сейчас? Она возникла сейчас? Она так называется. Да, я вот сейчас наблюдал за этой замечательной сценой и решил вот в честь такого прекрасного утра, такого прекрасного песо сыграть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Миш, ну ты же, действительно, сам музыку сочиняешь в том числе, пишешь ее? Ну, примерно четыре раза в год, да. Недавно прошел твой концерт в темноте. Ты приходил к нам в студию до того, как он состоялся. Сейчас можно сказать, из темноты ты вышел и готовится нечто в цвете. Ну, из темноты вышло такое понятие, я в ней, в принципе, все время в темноте. Пока что ничего такого особенного, глобального не готовится. Мы представляем такой легкий проект, совершенно непринужденный, с достаточно популярной музыкой, никакого больше арт-хауса. Но что-то более понятное будет, да, такое, скажем, большинству? Ну, мне бы не хотелось, когда понятно большинству, сразу такой вопрос, типа, что большинство не понимают норм... Нет, ну, естественно, в Краснодаре есть интеллигенция, на самом деле, и огромное количество интеллигентных людей приходит на концерты, наверное, они тоже уходят из темноты, как и я, вот. Но я бы не сказал, что все не понимают. Большинство понимает все прекрасно, поэтому хорошую музыку понимают хорошую музыку. Но вы решили немножко изменить вектор, и новый концерт будет призываться в цвете? Это не совсем новый концерт в цвете, это называется такой общий наш проект «Коричневые ночи». Это будут, в общем, прямые эфиры, с разными гостями, с хорошей музыкой, без алкоголя, то есть можно приходить с семьями, не будет... Ну, мы понимаем. Вот это вот, опа, давай, пять тысяч поставь, пожалуйста, вот эту песню. А ты здорово показал сейчас, кстати, я как раз в ресторане работал, там так и показывают. Вот по поводу прямых эфиров, это ведь действительно какой-то новый формат, который вы задумали и сейчас будете реализовывать. Расскажи подробнее. Да, в Краснодаре огромное количество классных музыкантов. И они все остаются в каком-то определенном месте, джимуют... Ну, то есть импровизируют. Импровизируют, да, джимы происходят, импровизируют. Они находятся в каком-то одном локальном месте, и в это место приходят люди просто выпить. А при этом, при всем, это замечательные музыканты, которые несут, так сказать, этот флаг современной музыки и не хуже западного уровня, потому что я там бывал на Западе и примерно представлял, как же вот мы и они. У нас прекрасные музыканты, и о них должны знать все, вся Россия должна о них знать. И вот, собственно говоря, эти прямые эфиры, которые будут каждое воскресенье в 20.00, они, собственно, именно для этого, чтобы краснодарских музыкантов узнали во всем мире. Во всем мире. И, да, для начала мы начнем с России, потом плавно перейдем уже в мир и окрестность. Получается так, что вы приглашаете музыкантов, всех желающих, сами определяете, как, кто эти люди могут быть? Мы определяем сами, обычно нам вот высылают записи, и мы уже определяем петь, либо работать эфицианткой. То есть эти люди, которые все-таки поют, по вашему мнению, они приходят в назначенное место, и вы устраиваете эфиры, которые транслируются в интернете? Да, они транслируются в интернет, то есть как в знаменитых французских вечерах люди в коктейльных платьях приходят слушать джаз, либо рояль. У нас будут, наверное, шорты и гвоздики, но мы надеемся, что все-таки интеллигенция нас поддержит и будет тоже приходить в коктейльных платьях. Ну, скажи, когда ближайший такой прямой эфир, вы действительно уже поставили в календаре, что будет? Календарь расписан на 5 лет вперед. Так. Нужно кормить кота. А ближайшее? А ближайшее время мы планируем примерно где-то, я предполагаю, что это сентябрь, людям нужно отдохнуть. Сейчас майские праздники, конечно же, очень важно отдохнуть в июне, в июле, в августе и с новыми силами вернуться. С осени начать. Да, с осени, потому что у нас сейчас построились три новых зала прямо в самом центре, и будет еще открытие, пригласить звезд, будут девочки. Слушай, вопрос, можно я хоть один вопрос-то задам? Это авторская музыка только, исключительно там будет исполняться? Наоборот, это не авторская музыка, это в основном будут каверы, но мы также приглашаем обязательно авторских исполнителей с удовольствием, которые будут исполнять свои произведения. Может быть, не так часто, но это будет передача, интерактив, то есть это будет общение вживую с музыкантами, поиграли, пообщались, пошутили, рассказали историю про маму и, так сказать, путь импровизации и джаза. А вот по поводу импровизации, ты же очень опытный музыкант, даже не пытайся это комментировать. Если мы сейчас тебя попросим, прямо в нашей утренней студии, атмосфера, чай, твой юмор, инструмент, сможешь что-нибудь импровизировать, чтобы хорошее утро прозвучали эти слова? Провизация, утренний экспромт для зрителей, хорошее утро от Миши Брауна, пожалуйста. Атмосфера, чай, утро, инструмент. Есть! Отлично! Спасибо большое, музыкант, продюсер, замечательный человек, который вдохнет еще больше. Вдохновит, я бы сказал. Вдохновит и вдохнет. Я вдыхать устал, если честно. Культурно и музыкально. Выдыхать хочу. Да, в наш город и в наш край, друзья, поэтому всех ждем в сентябре на замечательных вечерах коричневой ночи с нашими краснодарскими кубанскими музыкантами. Друзья, если вы пропустили это интервью, не успели на прекрасную импровизацию от Миши Брауна, пересмотрите его на сайте Кубань24 в любое время. Далее факты, факты, спорт, прогноз, погода, потом возвращаемся в нашу студию. И здесь с оранжевыми подушками вместе мы выясним, чем же фастфуд для пожилых отличается от обычного, и что в нашей стране производят, точнее, провозят в обычной тюрьме. Просыпайся, улыбайся, вместе с нами, огромному миру, хорошее утро, хорошее утро. Российские специалисты разрабатывают фастфуд для пожилых людей, ну а мы желаем приятного аппетита всем тем, кто завтракает. Мы пьем чай и встречаем этот день вместе с вами Павел Моисеенко, Юлия Смелых, студии «Хорошего утра». Друзья, это хорошо, что в нашей стране запустилась не просто программа, а целая стратегия действий в интересах граждан старшего поколения. И как раз в рамках этой большой программы уже намечен план по изготовлению, созданию действительно фастфуда, только для тех, кто уже взрослый. Чем он будет отличаться от обычного фастфуда? Естественно, это питание, оно будет больше обогащено витаминами, необходимыми минеральными веществами. Естественно, это будет белковая пища больше. И такие же замороженные продукты, Паш, но просто они будут максимально полезны, ну если так можно выразить, для фастфуда. Ну согласись, все-таки обменные процессы уже не те, понимаешь? Я не совсем понимаю. Это психические заболевания у взрослых людей, а эта пища, она более сбалансирована будет. И мне кажется, что молодежь, которая следит за своим здоровьем, так называемое ПП-питание, тоже подключится к этой программе. Просто у меня сразу же возник вопрос, если в этой пище больше витаминов, почему нельзя сделать точно такие же фастфуды и для молодежи? Паш, ну во-первых, есть вопрос цены, но не нам об этом судить. Давайте будем следить за новостями, потому что это все пока в планах, начинаются разработки, чем дело закончится, время покажет. Мне просто интересно, извините, а можно мне фастфуд для пожилых людей? А вы насколько пожилые? Кстати, да, каким образом будут выдавать, по пенсионному удостоверению или нет, непонятно. Да, друзья, новостей действительно очень много, и обо всех о них вам хочется рассказать. В общем, можно не бояться, я уверен, питаться вот таким фастфудом. А чего можно бояться и стоит, наверное, так это прыжков с парашютом. Одна девушка очень сильно переживала, так сильно переживала за свой прыжок, что несколько раз потеряла во время прыжка сознание. То есть, ну, естественно, она была с инструктором, вот, и она несколько раз приходила в себя, жутко кричала, вот опять отрубилась. Да, да, летит, 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 летит. Нет, сейчас, подождите, посмотрите, посмотрите, как вообще такое? А, вот опять пришла в себя, так, да, это буквально на 4 секунды опять отрубилась. Ну, друзья, как бы нам весело, нам весело, но я, честно говоря, не знаю, раз действительно ты так боишься, зачем тогда прыгать с парашютом? Может быть, она не знала, Паша. Может быть, она не знала, что так боялась. И получается, что она, понимаешь, все проспала, самое интересное. А может быть, она, у нее такой короткий сон, да, ты про это поспала, проснулась, покричала, поспала. Но, друзья, кто бесстрашный в нашей стране, так это, оказывается, дальнобойщики, водители фур. Что перевозят в фуре? Вот мужчина, водитель, который постоянно своему другу рассказывал, что он перевозит в своей фуре, что ему приходится. Кто-то ему не верил, он заснял видео, пожалуйста, что оказалось в его фуре, это ракеты. Боевые, с боеголовками. Он комментирует на видео, вы можете найти это в интернете. Хвостовик, я в строении ракеты не разбираюсь. Там просто много эмоциональной речи. Очень много эмоций, да, мы не можем, к сожалению, в эфире показать нашего телеканала. Но, в общем, друзья, можно сделать вывод, что обычная фура может оказаться уже не такой обычной. И связано ли это как-то с деятельностью Министерства обороны, непонятно, куда он вез эти ракеты. Это, конечно, очень интересно, Паш, понимаешь, вот Министерство обороны, оно ведь действительно находчиво очень. И, конечно, работы там много серьезные, но и к искусству поближе Министерство обороны решило бы. Дело в том, что вполне себе собственную киностудию для художественного кино могут построить Министерство нашей обороны. И тут, конечно, и фестивали армейского кино. И вообще фильмы о состоянии нашей армии, это все вот планируется под эгидой этой киностудии делать. Да, потому что, ну, можно в этом плане перенять опыт наших западных коллег, потому что Пентагон очень активно сотрудничает с Голливудом. И при поддержке, кстати сказать, Пентагона в 1986 году была снята лента, которая, лучший стрелок с Томом Крузом в главной роли считается лучшим вербовочным фильмом. После просмотра этого фильма в пять раз увеличилось количество призывников, добровольцев в армии. Ну, мы, конечно, можем только ожидать, что же из этого будет, какие фильмы будут сниматься и как это в итоге сработает. Но о чем мы точно можем сегодня уже говорить, это о кинопремьерах, потому что четверг и сегодня как раз новинки появятся на экране. А кто как не наш замечательный киноэксперт сегодняшний Дима Попович нам об этом расскажет, он уже здесь. Дима, привет! Привет! После того, как сказал киноэксперт, так и хотелось поправить очки. Сказай добро. Кино очки. Кино очки. Ну, они вымышленные. Слушай, на самом деле, действительно, американские кинокомпании тесно сотрудничают с Пентагоном и другими силовыми структурами. Я думаю, что они иногда, основываясь даже на материалах Голливуда, выдают это за правду. Ну, даже если взять путешествие на Луну. Ну, а ты думаешь, наше кино будет достоверным, честным? Да, ну, тем и интересно, как бы. Потому что то, что происходит у нас в армии, никто какой сценарист не способен придумать. Ну, давай не будем об этом, давай все-таки о том, что сегодня уже можно посмотреть. Сегодня очень все разнообразное, а что именно идет в кино, я с удовольствием поделюсь со всеми вами, дорогие телезрители. Кино-афиша в хорошем утре. Разнообразное, страшное и милое. Вот сколько интересного подготовил нам сегодня кино-афиша. Давайте знакомиться детально. Фильм представляет собой полнометражную экранизацию знаменитого мультфильма об ужасном слоненке по роману Харальда Берла и Хелен Аберсон. Это «Дамба». Киноверсия для студии Disney снял культовый постановщик Тим Бертон. На его счету «Алиса в стране чудес», «Суинни Тодд», «Мрачные тени». Специально для маленьких зрителей дизайнеры постарались над образом милого слоненка. А вот кинолюбители постарше наверняка оценят звездный актерский состав. Холин Фаррелл, Майкл Киттон, Дэнни Де Витта и Ева Грин. Мнения критиков о картине разделились. Кто-то считает, что новый «Дамба» слишком редко затрагивает струны души, другие восхищаются красотой картинки. Но ясно одно. Очарование диснеевского блеска в мрачном обрамлении Тима Бертона определенно заслуживает внимания даже самых юных любителей кино. У фильма исключительный визуальный стиль. Эти цвета, звуки. Гигантские павильоны, где Тим забрал артистов со всех концов земли. Сотни актеров массовки. Жонглеры, акробаты. Чистая магия. Я впервые участвовал в чем-то подобном. Иногда мне кажется, что это сон. Хорошо помню мурашки по коже в первый день съемок. Это было невероятно. Этот сюжет оставит след в душе каждого. Невозможное возможно. Он напоминает, что индивидуальность нужно ценить. Не нужно быть идеальным, чтоб тебя любили. Дамбо! Ну не пуха! Вперед! Лети, Дамбо! Лети! Слушайте, ну здорово. И трейлер-то необычный такой, как бы, фильм о фильме. Мне кажется, очень здорово. Да вообще слоны, ну не знаю, лично у меня почему-то вызывают вот схожие эмоции, как с лошадьми, с собаками. Они какие-то очень человечные. Ты прикинь, фильм выйдет про лошадей с собакой. Я вообще лоп. Мальчики, идите в кино, идите, ребята. А мы так делаем иногда. Все, Юля благословила. Друзья, двигаемся далее. Мы. Новый хоррор Джордана Пила ошеломил всех, включая финансовых аналитиков. На прошлой неделе фильму пророчили результат в районе 40 миллионов долларов, но мы заработал 70. И это только за уикенд. Дело в том, что для жанра хоррор это не просто много, это третий результат в истории, в принципе, страшного кино. Больше было только у оно и нового Хэллоуина. По сюжету счастливая семья с двумя детьми едет на отдых в загородный дом. Ну, как обычно бывает в таких обстоятельствах, к ним приходят незваные гости с нехорошими намерениями. Но это был бы не фильм Джордана Пила, если бы дальше события развивались по шаблонам хоррора. Во-первых, зловещие посетители — это двойники главных героев. А во-вторых, да и в-третьих, ну, в общем, это уже спойлер. Ну, потому что в рекламной кампании «Мы», включая трейлер, подробности сюжета тщательно скрываются. После успеха «Мы» можно утверждать, что Пилл Старл настоящей звездой режиссура. Он, кстати, утверждает, что фильм понравится даже тем, кто ненавидит ужасы. Стоит проверить. Кто вы, люди? Это мы. Мы. Слушайте, но... Я хочу, наверное. Ребят, серьезно? Вот вы смотрите такое кино? Я не поклонник страшного кино. У меня сестра очень любит. Но несколько фильмов я смотрел. Слушай, но это... Но я не знаю, я... Можно я сейчас пойду? Идите, мальчики, в кино! Да, вот. Но это круто, не знаю. Давайте дальше. Друзья, немецкие картины редко выходят на российские экраны и пользуются куда меньше популярностью, чем, например, французские. Однако вот «100 вещей и ничего лишнего» – идеальный образец современной немецкой комедии. Лучшим друзьям выпадает шанс на миллион. Их изобретение – голосовую помощницу «Нану», способную мотивировать людей на ненужные покупки, хочет приобрести американский бизнесмен. На вечеринке приятели заключают пари. Каждый из них должен отказаться от абсолютно всех своих вещей, одежды, всего ровно на 100 дней. Кто нарушит условия спора, делится своей долей со всем коллективом фирмы. Ограничение в роскоши приводит героев к пониманию радости от простых вещей. Мягкий юмор почти обходится без эпизодов ниже пояса, хотя в немецком кино им никогда не брезговали. В результате получается доброе кино с нехитрой моралью, от которой должно потеплеть на душе. Но итоговое мнение все равно за вами. Все пропало. Моя мебель, ценные вещи. Раздевайтесь, 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 раздевайтесь! Нет. Да. Тут мы еще раз написали вам правила. Три дня без своего барахла не проживешь. Сто дней. Я больше не могу. Этот день никогда не кончится. Сейчас без четверти девять. Каждую полночь вы можете забирать одну вещь. Ну вот так. Слушай, а вообще... Интересненько, конечно. А вообще, ну, мне вот последний сюжет. Ну, мне и мы понравился, потому что я посмотрел, я так еще потом несколько секунд посидел, думаю, надо идти. Знаете, что я думаю, ребята? Если вам понравилось этот мы, если вам вообще понравились всякие необычные вещи, то эта новость вам точно понравится. Сейчас внимание на экран. В Белгороде новый мэр. Новый мэр Белгорода Юрий Галдун принял присягу под музыку из «Звездных войн». Вот такой заголовок, как... Тихо. А что он вышел? Почему он не вылетел? В далекое-далекое галактике. А, ну вот, нет, вышел. Белгородское область. Друзья, вот понимаете, как символично все происходит, когда звукорежиссер, видимо, поставил любимые фанфары. Может... Или случайно на пульте вывел то, что смотрел в этот момент. Либо, да, просто сказали, фанфару какую-нибудь поставь на выход мэра, и первое, что в интернете было, поставил, не послушал, а они оказались в «Звездных войне». Никого, наверное, это не смутило. Ну, друзья, главное, чтобы все были на своих рабочих местах, никого не увольняли. Силы были на стороне мэра был. Друзья, да, по поводу выступления новоиспеченного главы Белгорода ничего не сказано, но я уверен, что человек подготовленный, опытный и никакого страха он не испытывает. Если же у вас имеются подобные проблемы, то Енина Милейко, наш специалист, расскажет все о страхе публичных выступлений. Давайте поскорее посмотрим. Доброе утро. Сегодня поговорим о ваших страхах. Точнее, о страхе публичного выступления. Кстати, по статистике он входит в топ-5 человеческих страхов. И это неудивительно, потому что вся система нашего мира восприятия оценочная. Масло в огонь подливает оценочная система воспитания, поэтому нам так страшно получить отрицательную оценку во время выступления как нашей личности, так и самого выступления. И в целом можно сказать, что наш страх оправдан. То есть волноваться перед выступлением – это нормально. Самое главное, чтобы это волнение не перерастало в панический страх. Что такое страх? Это прежде всего повышение уровня адреналина в крови. И именно он дисгармонизирует наше физическое и умственное состояние. Мы начинаем волноваться, трястись, испытывать дрожь в разных частях тела, краснеть, потеть, заикаться. И все выступление превращается в мучительное испытание. Самый простой способ справиться с повышенным волнением – это перенасытить свой организм кислородом. Идеально, если это сделать на улице или у открытого окна. Для этого нужно сделать от 15 до 30 глубоких объемных вдохов и выдохов. То есть мы наполняем всю зону легких воздухом через медленный вдох. И потом очень медленно выдыхаем. Само сосредоточение на этом процессе снимет первичный стресс. Ну, а переизбыток кислорода разбавит адреналин в крови. Кстати, этот способ можно применять не только перед публичными выступлениями, но и в любой стрессовой для вас ситуации. И он обязательно поможет. Хорошего вам утра и легкого общения. Янина, огромное вам спасибо. Я надеюсь, что теперь никакое публичное выступление не будет страшно вам и нам. Не будет омрачать этот день. Друзья, это хорошее утро. Оно продолжается. Мы желаем вам улыбаться и смотреть, потому что дали нас факты. Факты спортивные, прогноз погоды. Далее мы опять с Пашей появимся на экранах. Тут уже будет интереснее, потому что мы расскажем, как можно прямо из метро отправиться в театр и отметить год театра. Да, и получится ли у нас с Юлей сделать что-то из камня. Просыпайся, улыбайся, вместе с нами, огромному миру. Хорошее утро, хорошее утро. Вай-фай в метро приглашает в театр, друзья. А вот мы приглашаем вас улыбнуться и начать этот день вместе с нами в студии. Хорошее утро. Юлия Смелых, Павел Моисеенко. Просыпайтесь. Просыпаемся, друзья. Пятая часть россиян. Примерно 18% никогда не было в театре. Следует из результатов опросов ЦИОМ. Но при этом за последнее время россияне стали чаще ходить в театр. Если говорить и опираться на статистику, то сейчас 48% посещают театр по сравнению с 28 в 2000... Что я сказала? 28. Восьмью, да? Восьмью. Прекрасное утро. В 2008 году. Ну, то есть результат налицо. Налицо, да. И также по результатам исследований чаще всего на спектакли ходят люди в возрасте от 45 до 59 лет. Да, то есть молодежь как-то пока пореже. При этом это все-таки в основном люди с высшим образованием. Но, слушайте, если хотите в театр, вперед. Тем более, что этот год у нас год театра. Более того, Краснодарскому театру драмы в этом году исполняется 100 лет. И много интересного там происходит. Ну, а теперь, если говорить о том, как театр становится ближе ко всем, в Москве, в Wi-Fi в метро приглашает всех пассажиров. Прямо вот, прям, знаешь, выходишь со станции и вперед в театр. То есть как, ты заходишь в Wi-Fi и там тебе приглашение приходит в театр? И там приходит, действительно, да, полезная информация, приглашение. Вы можете посетить бесплатные спектакли учебные. Так что все становится более чем доступно. Да, даже не отрываясь от ваших привычных дел в гаджетах. Вот так вот смотрите постоянно. Да. Учебные театры в ГИТИСе. То есть студенты, которые там проходят обучение, собственно, это их дипломные, выпускные работы. И можно их посетить. И это очень здорово. И узнать об этом в метро. Но в метро вообще, на самом деле, кто бывал, можно очень много всего веселого заметить. Есть и музыканты, есть и замечательные пассажиры. Те, кто ждут свой поезд, кто просто любит находиться в метро. Вот так недавно появилось в сети одно видео, где мужчина играет на скрипке. Ну как, уличный, метрошный, метрополитеновский музыкант. Метрошный, да. И вот такая дискотека. Можно послушать немножко, я думаю, да. Круто, круто. И это видео в сети под названием «Если ваша вечеринка хоть отдаленно не похожа на это, даже не пытайтесь меня звать». Вот так, друзья. Вот это простой рецепт хорошего настроения утром. Просто танцуйте, и все у вас сегодня получится. Вот, друзья, а кому уж точно не до танцев, так это жителям Анадыри, столицы, собственно, Чукотки. Позавчера случилась пурга, хотя, наверное, она там долго. Она часто у них там случается. Периодически, да, происходит. И есть видео, как вот молодой человек пытается сквозь пургу по улице идет, и сумасшедший ветер. Двое стоят на обочине, вы видите, держатся за кустики. И тут какой-то момент, просто понятно, что уже не надо никуда идти, надо просто взяться, схватиться, захватить какой-нибудь кустик, чтобы вот не снесло. Да, и тоже много комментариев. Кто-то говорит, что хорошо, что я много вешу, и хорошо, что у меня есть живот. Он придает аэродинамики, и ветер обтекает, и проще двигаться в такой ветер сумасшедший. Кто-то говорит, что если бы такой ветер был в Москве, уже бы давно щитом их рекламным придавило, а там уже все давным-давно сдуло. И на секундочку, это было буквально 26 марта, только вдумайтесь. А у нас вот немножко дождик, и мы как-то волнуемся. Сразу же начинаем паниковать, вот видите ли дождь. Все в сравнении познается, но о том, какая будет погода нынешнем, расскажет Нина Манчинская, она уже в студии. Доброе утро, друзья, прекрасная. По сравнению с Анадырью, идеальная погода у нас абсолютно всегда. Да, вообще отличная идея завязать контакты с сибиряками, с жителями Анадырь, например. И для чего? Ну, как только у нас пророчат синоптики какие-нибудь дождики, какие-нибудь понижения. Чтобы они присылали, да. Они присылают, показывают, что у них, и мы понимаем, что у нас красота. Прекрасно, и все. Ну, на самом деле, сегодня ожидается небольшое похолодание по сравнению со вчерашним днем. Сейчас об этом расскажу, и я надеюсь, что жители юго-восточных районов края слушали вчерашний прогноз, в котором я говорила, что нужно плодовые деревья укрывать. Небольшой минус ночью был, минус 2, минус 3 буквально. Но так как цветение уже началось, поберечь вот эти деревья обязательно нужно. Смотрите, что произошло. Над новой землей, очень далеко от нас, закручивается циклон. Его основная масса не доберется до нас никогда. А вот ложбина расположилась очень близко. В ней фронты. Эти фронты летят через территорию Кубани. Один из них зашел в край ночью. Он холодный. Поэтому облаков стало больше. Естественно, осадки сегодня тоже будут практически везде. В виде небольших дождей местами синоптики не исключают, особенно в утренние часы, появление мокрого снега. Возможно, он до земли даже не долетит, и вы его не заметите, но вероятность такая есть. Что касается температур. Сами видите, фронт холодный. За ним в край заходят холодные воздушные массы. Поэтому плюс 7, плюс 9 в среднем по всему краю. Одинаковая ситуация и по северу, и в восточной половине. На Черноморском побережье максимальные значения плюс 11 в Сочи, плюс 10 в Туапсе, Анапа-Новороссийск, плюс 7, плюс 8. И точно такие же температурные показатели в западной части. Плюс 7, плюс 9. В Кубанской столице аналогичная ситуация. Ожидаются небольшие дожди в течение всего дня. Сейчас плюс 4, плюс 6. Днем не выше 9. Покажет термометр к вечеру. Плюс 2, плюс 4. Порывы ветра при прохождении фронта до 14 метров в секунду по всему краю. И давление немного выше нормы, поэтому если зависите от него, обратите внимание на свое самочувствие. Ну вот такая сегодня погода. Не очень хорошая, зато гости в студии прекрасные. Спасибо большое, Нин. Тем более, что день резиновых калош сегодня можно отметить, если вдруг попали в дождик. Ну а у нас? У нас в гостях человек, который не просто является известным в городе, он шоумен. Он пришел к нам сегодня со своим, по сути, хобби. Создатель изделий из камня Владимир Кадучко. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Я не знаю, пришел ли, потому что тут камней килограмм на 15. Просто как Дед Мороз тащил. Вов, ну давай ты сейчас как эксперт, потому что мы вообще в этом ничего не понимаем. Расскажи, как ты это начал делать? Что это за камни? Вообще, что за процесс такой? Если честно, я тоже пока не понимаю, что я делаю. Так. На самом деле, этому хобби всего год. Я с прошлого года этим занимаюсь. И впервые просто увидел в интернете, как какой-то китаец делает какую-то ступку из гранита. Я подумал, это выглядит так просто. Попробовал. Оказалось, это еще проще, чем выглядело. Так. Ты находишь глыбу, валун. Да. Катишь домой. Прям, да, вот вместе со всей семьей. Он должен быть плоский. Да, желательно по форме. Откуда эти вот экземпляры? С каких берегов? Это все берег реки Белой. Да. Сколько весит вот эта самая тяжелая, наверное, история примерно? Да, ну, я полагаю, что где-то порядка пяти килограмм. Ну, если я сравниваю с сельсосой. С арбузом, если правильно. И сколько по времени занимает у тебя вот изготовление вот этого отверстия? Они же не вот такие. Ну, вот смотрите, когда меня пригласили сюда к вам в гости, вот эту штучку я сделал вчера за четыре часа. За четыре часа. То есть он был вот такой, да? Да, да, да. Но это уже спустя год как ты этим занимаешься. Да, да. Так, хорошо. Первый я делал целый день, вот этот. Вот этот, вот это самый первый? Да, это самый первый. Как интересно. Слушай, ну, если ты пришел с ними, там, по-моему, что-то еще в конце нужно сделать, мне кажется. Мы можем что-то доделать вместе. У нас остался вот эти два последних блюда. Мне нужна ваша помощь. Давай, мы готовы. Да, нужно вскрыть всю красоту камня и пропитать специальным составом. Я принес для вас вот такие губки. Отлично. А что за состав? Состав, чтобы можно было использовать на кухне, чтобы можно было сюда фрукты ложить. А, это другой состав. Смотрите нашу программу. Что за состав? Нужно этот специальный состав для гранита, чтобы не проступала соль, как, знаете, бывает, вот белый такой. Ты сам это делаешь или это приобретаешь? Нет, это я приобретаю. Приобретаешь. Да. Хорошо, давай, мы готовы. Давайте его. И у меня вопрос сразу, ты сказал, всей семьей, вы вот это вот вместе. Как семья-то к этому увлечению твоему относится? А, семья относится ко всем моим увлечениям сначала с опаской, потому что самая большая моя страсть это ножи. А, вот оно что. Это помимо того, что ты путешествуешь, рыбачишь, ты вот это вот еще, да, успеваешь, умудряешься. Это лак, это лак, да, пахнет лаком. Это что-то вроде лака, но это специальный пищевой состав, чтобы можно было фрукты сюда ложить или другую. А, ну да, то есть, слушай, а друзья у тебя уже заказывают что-то для себя? Да, ты кому-то что-то дарила или пока только вот все в дом? Все, все раздариваю, все. Если хотите, подарю вот эту штуку вам в студию. Хотим, конечно, ничего себе это. Мы на ней напишем, хорошее утро. Тем более, вы к ней приложили свои ручки. Да, ты ее когда моешь, ты качаешь мышцы. Класс. Не для каждой посудомоечной мышцы. И снаружи тоже можно. Снаружи тоже надо. Слушай, какая красота, сразу все как-то блестит по-другому. Слушай, Вов, а почему вдруг? Вот просто видео тебя вдохновило, получается, да? Ну, как говорил вождь мирового пролетариата, отдых – это смена родозанятий. И вот, собственно говоря, я отвлекаюсь. А, ты когда отдыхаешь? Да. Слушай, класс. Ну, у тебя есть двое детей, они еще не очень взрослые, да? Очень не взрослые. Очень не взрослые, но они же участвуют, как ты говоришь, у вас вся семья. Какому из твоих увлечений, когда есть уже тяга у кого-то, у дочери, у сына? Вы знаете, это в первую очередь сын, потому что дочь еще совсем маленькая, ей вот 9 мая исполнится 2 года. А сын впервые, когда попал в мастерскую, в мою, это был восторг. Мы с ним пришли, первое, что он увидел, это пила, но она занимает большое пространство. И он просто с таким восторгом смотрел на нее, говорит, это что? Я говорю, это пила. Мне тоже такая нужна. А что он собирается пилить? Мы в тот же день напилили огромное количество деревянных кубиков. Потрясающе. Ребят, я такое количество комплиментов в свой адрес не слышал еще никогда. У нас в гостях сегодня потрясающий Владимир Кадучко, отец, муж, ведущий и создатели вот таких вот необычных изделий. Если не успеете посмотреть, смотрите на нашем сайте и вообще оставайтесь, потому что дальше, конечно, не дети Владимира появятся, но тоже очень веселые. Шустрые шустрики наши, которые продолжат сегодняшний эфир. Просыпаемся уже. Доброе утро, наши телезрители. Привет, привет. В эфире Шустрое утро. Как настроение, ребята? Отличное, блин, за конец недели. А это значит, что совсем скоро выходные, теплые весенние. Самое время гулять на улице и дышать прекрасным, свежим воздухом. Шустрик, а что ты делаешь на выходные? Наверное, он много гуляет и узнает много интересного, чтобы делиться с нами. А вот, скорее всего, давайте прям у Шустрика и узнаем. Шустрик, расскажешь нам? Привет, мои хорошие, это Шустрик. И сегодня я расскажу вам про снежную козу. Снежная коза – одна из разновидностей животных, практически всю свою жизнь проводящая на высокогорьях. Встречается на территории Аляски, Канады, предпочитает труднодоступную, мало освоенную человеком местность. Животному не страшны никакие отвесные скалы, никакая высота. Оно способно добираться до высот в 3000 метров. Снежная коза предпочитает кочующий образ жизни. Животные сбиваются в группы по 3-4 особи. Но бывают и животные-одиночки. Также эти козы очень малоподвижны. Но неспешно передвигаясь, они ухитряются лазать по самым отвесным склонам. Козы активно поедают траву и нежные веточки деревьев, молодые стебли папоротника и других растений. В летнее время снежная коза предпочитает кормиться в горах. И только зимой, когда снежный покров опускается ниже по склонам, она приходит в субтропические долины и ее можно встретить на равнинах. В природе снежные козы живут до 12-15 лет, а в неволе до 16-20. На этом мне пора заканчивать. С вами был Шустрик. Спасибо за внимание. Пока. Ребята, а знаете ли вы, как создавались мультфильмы? В 15 веке появились артисты, которые развлекали народ подвижными изображениями с помощью специальных механизмов. В конце 17 века был придуман черновейский фонарь, который двигался изображение на стекле. А в конце 19 века из Франции изобретатель придумал проектор, в котором использовался принцип последовательности передачи изображений. То есть изображение двигалось одно за другим. В 1906 году в Америке, после того, как была изобретена кинокамера, сделали первый мультфильм. Ранее мультфильмы были черно-белыми и немыми, а первый мультфильм со звуком создал Волк Дисней. В России первый мультфильм появился в 1924 году. Вообще процесс создания мультфильмов очень сложный. Для того, чтобы персонаж сделал одно движение, нужно сделать около 100 рисунков, представляете? А для 10-минутного ролика их должно быть порядка 15 тысяч. Сейчас мультфильмы делают в формате 3D. Кстати, если вы не знали, то формат 3D изобрели именно в Голливуде. Вот. И это одно из лучших изобретений. Но для того, чтобы все получилось, мультипликаторам приходится нелегко. Для начала они рисуют все те же изображения, потом добавляют декорации, а потом специальные люди на компьютере оживляют этих персонажей, для того, чтобы они были реалистичными. А если у вас есть какие-то интересные факты о мультфильмах, то пора поделиться с ними в Инстаграме. Оставляйте комментарии под последним постом. А сейчас давайте посмотрим, какие интересные профессии есть в нашей рубрике, которая называется «Хочу стать». Привет, друзья! Привет! Скажите, кто кем хочет стать? Я хочу стать изобретателем, журналистом. Я хочу стать мультипликатором. Я хочу стать президентом Шахматной Федерации. Так, ну что, ребята, сейчас я хочу с вами поговорить об одной профессии. И для начала загадаю вам загадку. В спорте толк он точно знает, он спортсменов наставляет. Лучше всех спортсмена знает, во всем ему он помогает. Сражаться учит, побеждать и бодрость духа не терять. Он для спортсмена в наше время почти как мать. Ведь это... ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А теперь вторая загадка. Соберем команду в школе и найдем большое поле. Пробиваем угловой, забиваем головой. И в воротах пятый гол очень любим мы... ФУТБОЛ! Так, и профессия называется... ФУТБОЛЬНЫЙ ТРЕНЕР! ФУТБОЛЬНЫЙ ТРЕНЕР, правильно! ФУТБОЛЬНЫЙ ТРЕНЕР, он учит людей, игроков, чтобы они лучше играли, чтобы научились какому-то приему. ФУТБОЛЬНЫЙ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Помашу, что мне там делать. Предлагаю узнать немного поподробнее о профессии тренер по футболу. Наградами и медалями даже самые талантливые олимпийцы обязаны своим тренерам. Задача спортивного тренера – выявить и раскрыть способности своих воспитанников, а также научить их использовать все возможности организма на максимальном уровне. Работа тренером связана не только с большими физическими, но и с эмоциональными нагрузками. Ведь чтобы вырастить настоящего спортсмена, необходимо тренировать у него не только мышцы, но и развивать логику, мышление. Чаще всего руководитель для своих подопечных не просто учитель, но и друг. В командных играх на плечи главного тренера ложится немало проблем и вместе с тем огромная ответственность за успех целого коллектива. Друзья, расскажите, что вы узнали про такую профессию, как тренер по футболу? Футбольный тренер – это очень важная профессия. Она помогает футболистам готовиться, тренироваться хорошо к матчам и выигрывать победы. Кто-нибудь хочет быть футбольным тренером? Может быть. Неплохо, неплохо. Скажите, футбольный тренер – это важная профессия? Да! Давайте передадим привет футбольному тренеру. Го-о-о! Футбольный тренер! Ну а наша программа подошла к концу. Подписывайтесь на наш YouTube, канал и Instagram. Оставляйте комментарии, ссылки на экране. А с вами были Олеся, Тимофей, Денис и, конечно же, ШУСТРОЕ УТРО! До встречи! Пока! Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...